Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру Tales of Berseria. Мы с вами находимся в Хилавесе, и должны выяснить, чем здесь люди обитают, разведать обстановку, дабы узнать, где у нас находится новый Тирион. Мы, собственно, что задумали экзорцисты. Послушайте, можно задать вам несколько вопросов? Извините, я занята. Спросите кого-нибудь другого. Простите, меня зовут Элеонора, и я экзорцист из Дозора Аббе. Могу ли я узнать ваше откровенное мнение о том, как управляется этот город? Ой, не заметила, что среди вас есть экзорцист. Да, передайте Аббе, мы хотим, чтобы Леди Тереза вернулась. При ней все было под строгим контролем, это верно. Но мы хоть жили в безопасности. А теперь все экзорцисты отправляются в развалины Фелдиса, и оставляют нас на производство судьбы. Какие-то пыльные и далекие развалины для них важнее, чем жизнь добрых трудов и любивых граждан. Это неправильно. Мы всегда старались выполнять просьбы Аббаса. И вы, чтобы получили благодарность? Понятно. Аббаса ценит такую прямоту. Я передам ваши слова своему начальству. Так. Там, значит, сундук восстановился. Сначала это случилось с матросами, а потом и маленькая девочка подхватила демонову порчу. Я была уверена, что это начнет распространяться и в Гвардии, но затем, после того случая, она просто взяла и испарилась. Честно говоря, я ожидала больше, но слушавшись, какая заразная эта болезнь, интересно, что ее на самом деле вызывает. Кто знает, я слышал об одной деревне из Ганди, где все болели одновременно. Из-за порчи погиб целый город. Надеюсь, что Аббаса очень быстро найдет лекарство. С нетерпением, что в того дня, когда мы сможем жить без страха. Кажется, я знаю, что это был за город. Так, я права, я так понял, у нас не восстанавливается. Бедная Медиса, а вы ее друг? Ага, она жила по соседству со мной, вниз по улице. Медиса сама воспитывала свою дочь Диану, а они взяли и убили девочку. Убили? Кто? Экзорцисты. Как только Диана подхватила демонову порчу, проклятая Аббаса избавилась от нее, как от крысы. Как жестко, мне было ужасно, жаль ее, но ничем помочь было нельзя. Но Медиса возненавидела Батса за то, что они сделали, и забаррикадировалась в святилище. Она все продолжала кричать, у Димонов тоже есть чувство. И что же случилось потом? Я бы не удивился, если бы ее казнили, но, к счастью, до этого дело не дошло. Стража уже собиралась от нее избавиться, но тут один экзорцист говорит, не убивайте ее, она восприимчивая. Восприимчивая, говорите. Думаю, так же они называют те, кто верует. До этого она была очень набожной. Как это мило с их стороны. Медиса души нечала своей дочери, поэтому я вполне понимаю, почему она сорвалась. Но Аббасу, в общем-то, плевать на чувство. Для него, его членам важен разум, поэтому они не слишком жалуют тех, кто нарушает заведенный ими порядок. Они не берут в любви к людям, которые десерпятят их права. Если пойдете на север от Хелависа, то наткнетесь на развалину Фелависа, собственность Аббасства. Обычно это место используется как контрольный пульт для перевозки руды, добытой в недрах горы. Но скажу вам по секрету, до меня доходили слухи, что у Аббасства там еще и лагерь для заключенных. Лагерь для заключенных, а не отлавливают демонов? Конечно нет, демонов они убивают на месте. Там держат людей преступников. Не так давно одна женщина убила кого-то и заперла в святилище. Говорят, ее увезли в этот лагерь. Зачем, по-вашему, Аббасу делать в развальных лагерях заключенных? Кто знает, может им нужно место для самых жестких наказаний, Аббаса ведь не из тех, кто любит прощать. Аббаса, это всего лишь мерзкие стухи. Конечно, я не верю ни единому слову. Так, подождите, там сундук был. Давайте-ка вернемся. Так, что-то я забыл, кто-то попадают в люди. Так, что-то я забыл. Так, вот какая-то там щербатая монета. Тут на все не нужно, я думаю. Так, ну подождите, а как туда пройти? Где-то здесь, там вход. Так, вот там поверх можно. Так, там можно подняться. Так, куда подняться? Там есть проход. А, все, я понял. Вот здесь мы можем подняться. Точно. Вот он сидит. Теневые кинжалы. Поверить не могу, что демонову порча теперь пробирает свой город. В жуткие времена. Ее подхватила маленькая девочка, но им удалось с ней разобраться от того, как случилось что-нибудь плохое. Но проблема была в том, что мать девочки демона пыталась ее спрятать. Это всего лишь человеческая природа. Наступили опасные времена, нельзя позволять эмоциям управлять нами. Эгоизм одного человека может поставить под угрозу целый город. Точно. К счастью, один из честных, честных горожанин западал, что ты должен, а девочки в оборудовании. Мать пошла с ума и убила его за это. И что еще более страшнее, я слышал, что она собиралась выйти замуж за парня, которого убила. Дочь была абсолютно против второго брака матери. Чувствуете иронию? Это... это ужасно. А, она получила по заслугам. Если есть что-то хуже демонов, так это люди, которые не умеют держать себя в руках. Значит, девочке Диана превратилась в демона, и экзорцист ее убил, а ее мать Медиса возненавидела Аббаса за это. И Аббаса использует разваленные Фелдисы на севере в качестве лагеря для заключенных. Очень похоже на то, что случилось с Камуаной. Для матери естественно любить своего ребенка. Если это считать преступлением. А мне любопытно, почему Медиса называет восприимчивым. Пока есть восприимчивый божественный силе, Тиреоны будут возрождаться вечно. Если мы трактуем древнюю книгу верно, то это вероятно означает, что она восприимчива к силе безымянного. Получается, они отправили Медису в развалину, где есть узел земного пульса, и сделали из нее Тиреона. Ага, когда все фрагменты сложились бы в единую картинку. Кроме того, если этот Тиреон созданная Аббаса уже ненавидит их, но тем лучше для нас. Да, полагаю, она согласится с нами сотрудничать. Звучит как-то слишком легко. Я же сейчас согласен, по-моему, да. Вероятно. Только мы не узнаем этого, пока не попробуем. Верно. Давайте отправимся в развалину. И не волнуйся, ты точно все сглазил. Так, а здесь что-нибудь еще есть? Да. Теперь демоны разозряют наши города. В Нурганде началась какая-то полоса невезения. Погода стала еще холоднее, трекущие льды закрыли доступ к Порт Мерхио, и почти никто не плавает в северных морях. Но ведь гуманитарную помощь доставили, верно? Наши животы наполняются, но не наши сердца. Что? Если Аббаса действительно хочет спасти этот город, то нам понадобится нечто больше, чем просто еда или золото, леди Тереза. Если бы эти яростные ледяные глаза снова могли меня пронзить. Ох, накажи мне, Тереза, любовь моя. А можно сделать так, чтобы он больше не получал припасов? Леди Тереза, моя жизнь за тебя. Здравствуйте, я бы хотел попросить у вас разрешения в выступе сегодня на шоу, что скажете? Неплохая идея, только постарайтесь не наделать шуму. Не хотел бы привлекать внимание аббатства. Непростая задача. Ведь мы вот с этим парнишкой шутим, так что все надрестутся от хохота. Парнишка, ты меня имишь в виду? Ага, на этот раз пьеро буду я, а ты сыграешь шутника Арлекина. Да не волнуйся, так, и даже если немного замнешься, ты слишком милый, чтобы не понравиться зрителю. Ты выучил текст, что я тебе написал, как всегда. Отлично, я знаю, что справишься. Но будет очень не смешно, если ты выдаешь только зазубренный текст. Тебе нужно разбавить его импровизациями. В твоем случае побольше встить и улыбаться публике. Импровизациями. Не думаю, что мне получится. Я верю в тебя, мучеган. Ты откроешь себе скрытые таланты. Просто найди способ очаровать публику. Ладно, посмотрим, что у меня получится. Ну что же, мы начинаем. Это в каждом городе можно так доделать. Всем привет. Ведьмочка и мучеган сегодня не дадут вам заскучать. Маги-каза. Мы еще новички в комедийном жанре, но обещаем подарить вам незабываемое шоу. Я милашка Фитц. А это крикливая ведьмочка. Манжелу. Погоди-ка, кого ты назвал крикливой? Прости, я почему-то захотел бы сделать. Что это, какой-то кот? Не просто кот, бродячий кот. Бряу. Ты их теряешь. Пора пусть я сделал свое очарование. Не вешай нос, мальчуган. Каждую промашку можно использовать в свою пользу. Понимаете, это такая игра слов. Что-то между кошачьим мял и словом бродячий. Я, конечно, никогда не слышал, что бродячие кошки так мяукали. Он что объясняет свою шутку? Ты что, с ума сошел Фитц? Зачем объяснить плохую шутку? Он сказал мне импровизировать и привлекать внимание публики, разве? Нет? Я подумал, что если объяснить им шутку, то они поймут ее и засмеются. Не стоит. Даже если тогда они поймут шутку, это будет очень грустно. Мне все равно. Я не боюсь опозориться. Я всего лишь хочу, чтобы публика почувствовала себя комфортно. Нет, нет, ты все правильно говоришь, но... Думаю, я должен вам рассказать, что это Монжелу придумал весь текст и застанет меня участвовать. Она просто помогла мне прийти и действовать. Пусть это и понравилось, что публикинуто свалило на меня все виново. Я не могу так работать, ни за что. А по-моему, людям нравится. Кажется, вы получите меня славу. Вам понравилось? Мне нужно вам кое-что сказать. Надо себе сценариста получше. Я не виновата. Здесь еще можно было в храм войти, насколько я помню. Опять каяться будем. Покайтесь, грешник, за все свои ужасные деяния. Ты это мне? Верно. Такие глаза, как у тебя могут быть только у жнеца. Я? Да. Простите за беспокойся, Милеш, если вам не о чем покаяться, то ладно. Не, на самом деле есть кое-что, что бы я хотел бы погреть на меня. Конечно, я слушаю. Это случилось очень давно, но... Один черепажик пытался продать мне картину известного художника Берила Менито. Это произведение было поистине великолепным, даже словами не надо писать. Цена была высоковато, но я не удержался и купил ее. После чего я обнаружил, что это подделка. Значит, вы хотите раскаяться о том, что позволили мирскими желаниями одолеть вас? Нет, покупка была осознанным решением, я об этом не жалею. Подделяя она или нет, это отличная работа, которая радовала глазу. Что ты имеешь в виду? Ты что-то сказал? Ничего. Так в чем же вы хотите раскаяться? Правда в том, что когда я увидел картину, у меня в кармане не было ни гроша. Поэтому я тайком взял 100 монет из копилки своей младшей сестры. Пожалуй, мне стоило поступить иначе. Понятно. Не переживайте, сын мой. Чтобы не решили империции, я уверен, ваша сестра сможет простить вас. Надеюсь. Покайся, грешник, во все свои ужасные деяния. Вы это мне? Да. Хоть в силу твоей молодости тебе еще, скорее всего, не в чем кается. Нет, есть кое-что. Я никому не рассказывал, но сейчас признаюсь. Слушай тебя, сын мой. Не так давно я нашел искус в лесу. Я прочитал в книге, что если насыпать на него соль, то он посморщится. Я так хотел проверить это, и потому... Значит, ты насыпал на слизне соль. Это действительно не было добрым деянием. Это не не a good act. Но если вы, то есть, он учился уважать жизни, я осознал, насколько он с рукой, а то следят погиб не напрасно. Нет, все было по-другому. Я ошибки на слизне сахар, а не соль. И тогда... Сахар привлек кучу муравьев. И они... Это было ужасно. Прости меня, слизень. Ты заслуживала лучшего. Ты не удерживаешь этого. Все хорошо. Я прощаю тебя. Это был ужасный и несчастный случай. Есть еще кое-что. Я хотел посмотреть, что случится, если налить сладкую воду прямо у муравейника и... Муравьишки. Вы тоже, простите меня. Дети на нам могут быть удивлений жестокими. Так, вот и все покаялись. Здесь мы же не были. Это книг называется «Речи и подвиги легендарного короля». И сказал король, люди мои, вы должны всегда хранить в своих храбрых сердцах надежду на светлое будущее нашего мира. Можно позволить разуму взять верх над собой, но истинная сила человека в способности перешагнуть разум для достижения идеала. Люди мои, сомнению нет места, сохраните надежду в своих сердцах, надежду на будущее. Перешагнуть разум для достижения идеала. Лорд Арториус, я закончила перевод всех документов, оставленных вашим предшественникам. Я пришла к выводу, что сейчас невозможно заключить союз со всеми четырьмя империенсами. Так я и думал. Даже моему предшественнику удалось сделать, и то только с двумя. Полагаю, единственный выход на будет использовать пятого империца. А это вообще приемлемо? Ведь для этого нужно... Я сделаю все, что от меня потребуется. Я предал своего наставника. Я не выполнил уверенные в заданиях, которые тот отдал в свою жизнь. В какое-то время я был уверен, что смогу унести тяжесть своих грехов и продолжать жить вместе с Селикой. Но теперь ее нет. Да. Можно позволить разуму взять верх над собой, но истинная сила человека в способности перешагнуть разум для достижения идеала. Я должен сотворить идеальный мир. Я не смог защитить близких мне людей, но хотя бы это я доведу до конца. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Артур? А? Что такое вельвет? Ты с кем-то разговаривал? Нет. Нет, просто мыслись. Хорошо. Я приготовил ужин. Сегодня это суп из колючего вепря. У меня много мяса, но он получился легким. Здорово. Тогда скорее пошли домой. Я не знаю, что это все значит, но звучит неплохо. Но это вроде бы хорошо. Я думаю. Вообще-то я тоже мало что поняла, а слишком замудренно. Это слишком длинно для меня. И все-таки мне кажется, что Арториус тут ни при чем. Что-то здесь другое. Хелавис изменился, правда? Может быть, но и ты тоже. Согласна. Когда я впервые встретилась со всеми вами, то я не представила, что отправить в такое путешествие. В то время я и думать почти не мог, но тем Вильвет разрешил мне взять и оставить компас, и Айзен и Рокурун учили меня быть собой. Да, они отлично справились. Посмотрите на Дайло, он теперь полноправный член команды в Анельте. Даже неугомоны Бионфо и Гримуар стали частью нашей всей веселой банды. Ага. Эй, ты ни про кого не забыл? А да, принц со своим соколом. Кургане и Камуано тоже теперь с нами. Эй, моя роль во всей этой истории гораздо важнее, чем их. Помолчи, чтобы я не сказал, ты в ответ заявляешь, что для тебя это не имеет значение. Наконец-то начало меня понимать. Маджиказа. Ух, не думал, что Нортганде так холодно. Но Нортганде ведь был во владениях Терезы. Тебе разве не приходилось так все и бывать? Думаю, раз мое сознание было под контролем, то и чувства были притуплены. Ясно. Однако холод, похоже, совершенно не беспокоит Тайзену. По правде говоря, все остальные вроде бы чувствуют себя вполне комфортно. Тот, кто начинает дрожать уже при какой температуре, нигде не сможет выйти в открытый море. В юности я практикался со свечом и в палящем солнцем, и в метель. Кроме того, когда я превратился в демона и стермальные температуры, и перестали на меня действовать, в основном и произошло то же самое. Раньше я ненавиделась ему. Так что мне, можно сказать, повезло. А что насчет тебя? Ты вроде бы вполне себе держишься. Вообще-то, я замерзла. Не знаю, как вы выносите в холд. Я ненавижу холд больше, чем кто-либо, поэтому защищаю у себя у себя секретным оружием. Я по всей одежде спрятал тонкие, но мощные грелки и курлы для лобов. Я их сунул даже в обувь. Правда, звучит потрясающе. Могу поделиться, если изобразишь голубя. Что? Скажи, курлы-кулы, как гов. Пожалуйста, поделись со мной грелками. Курлы? Хм, да, уже не верят тебе очень далеко. Так. Он наверх. А что это такое? Почему нас туда не пускают? Тут сошла лавина, и по ней не пройти. А мы можем как-нибудь попытаться пройти с другой стороны? У нас же вроде там было где-то в порту. Подземная пещера, подземный ход. А что... Смотрите, это еще ингредиент для лекарства. 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 А он достаточно быстрый, чтобы улететь. Ну вот мы и разобрались теперь, как перемещаться к таким другим другом. Теперь мы можем любые преграды так пересекать, поэтому теперь мы можем возвращаться в старые места и пытаться узнавать что-то новое. Так, разваленный Фелдиса, Северный пост. Мы сейчас проломимся, подожди ты, не торопись. Сразу боим. Угу. Всего три уровня, значит. Так что его смешат. Угу. Угу. Продолжение следует... 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 Эти руины. В них чувствуется какая-то горесть. Горесть? В каком смысле? Боль. Переполняет это место, как будто людям здесь пришлось пройти через мучения и смерть. Но чувствовать это просто лишь, глядя на развалины, немного странно. На твоем месте я бы доверял своим чувствам. Они нередко помогают дойти до событий. Кроме того, твои чувства могли бы кое-что объяснить насчет этих руин. Правда? Вместо того, чтобы пытаться включить их гостей красотой и изобилием при постройке этого здания и его проходов, думали прежде всего о прочности и устойчивости. И это значит, что строители опасались вулканических землетрясений, и они предполагали, что здесь возможны случаи насилия. И наблюдателем. Но по какой причине такие жестокие люди могли оказаться в этих залах? Они же не просто мимо проходили. Значит, этот проход должен был куда-то везти. В какое-нибудь помещение или строение дальше в глубине? В тюрьме для самых опасных преступников? А может, на арену для боев? Вот откуда-то чувство горести. Если это была арена, то там могут быть спрятаны сокровища, которые награждали победителей. А зачем их было прятать? Ну, эти бойцы могли бы быть не такими же и порядочными. А те, кто построил все это, похоже, были очень осторожными. Спрятаны сокровища, значит? И где же оно, по-твоему? Эй, вы двое, оставьте свои рассуждения на какой-нибудь другой день. Нам нужно найти Териона. Верно, прости. В общем, насчет того сокровища. Айзен? Мы говорим о вот позже офицет. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, это было тяжелее, чем я бы хотел. Угу, прекрасно. Так, здесь есть два судачка. Как туда попасть? А потом почему-то не сообщается. А это не игрушки Ленормины? Эта кукла очень похожа на грему Аркебьонфу, то есть с ней есть что-то особенное, не могу понять. Я согласен. Все двое немного мрачноваты, а эта кукла излучает красоту и спокойствие. Как я и говорила, мягко сияет. Да. Думаете? Мне кажется, ее лицо какое-то рассеянное или сонное. Непонятно, что происходит в ее голове. Так или иначе, я в тысячу раз симпатичнее. Да что в тебе симпатичного? Те, кто скрывают свои лица, выглядят жутко. Я не знаю, мне определенно что-то не то. Она красивая, но немного зловея, будто бы и не дает мне расслабиться. Серьезно? Лично я думаю, что она милая. Похоже на младенца. Тебе она напоминает ребенка? Может? Моя сестра когда-то была такой же крошечник, как эта кукла. Она изо всех сил старалась схватиться за мой мизинцем своим маленьким ручонцем. Правда? И когда у нее получалось, я тыкал своим мизинцем в ее щечки, а она смеялась. Я поклялся сделать все, что в моей силе, чтобы защитить ее. Когда она немного подросла и стала сама готовить, вокруг нас начали происходить странные вещи. Куда бы мы ни пошли, ее преследовала опасность. На нас нападали демоны, ее попытались похитить дракон. Когда я осознал, что он на самом деле скрывается во мне, что именно моя благодать причиняя сестре боль, мое проклятие жнеца. Значит, ты оставил ее и отправился на поиски средства от проклятия? Точно. Тогда я и повстречал Айфреда. Это от него я впервые слышал о куклах Нарминах. Он думал, что это всего лишь пустые слухи. Полагаю, мы никогда не узнаем наверняка, пока не соберем их все, но... В смысле? Мне кажется, произойдет что-то хорошее, когда они все будут вместе. Чего ты взял? Мы нашли эту куклу, и ты поделился с нами своим прошлым. Это меня немного обрадовало. Нужно найти остальные три, чтобы случилось еще что-то радостное. С тобой и не поспоришь. Отлично! Сами того не ведая, мы нашли куклу Нармина. Которую нам нужно по сюжету. Хотя по дополнительному заданию было отыскать. Сумочка Сатурна. Ну-ка. Ну, это определенно лучше. Так что, дружок, давай-ка качай новую сумочку. Устремляемся с вами. Пока есть время. Кстати, мы ни разу с Садминей не сражались, давайте попробуем. Ай, я не думаю, что мы никогда не шли! Устремляемся! Устремляемся! Да! И всё. Я надеюсь, что у меня есть мощь вот такой. Так, значит, у нас здесь тупик. Нам придётся идти всё равно в другую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, у нас уже есть 347. Давайте сходим, всё-таки заберём тот сундучок. А то потом возвращаться сюда очень далеко. Не хотелось бы. Рано или поздно, я думаю, нам всё равно это всё пригодится. Либо ачивка, либо ещё что-нибудь будет. Нашли котика. Ничего, как всегда, он нам не дал. 320 душ. Просто так. Испарились. Поехали. 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 Угу. Мы здесь можем пройти. Ну, давайте вот в соседнюю комнату заглянем. Ага. Отлично. Прям то, что доктор прописал. Так, известная сила удерживает дверь закрытой. Ага. А какая сила? И вылез. Отлично. Так, и давай ты еще иди сюда. Аплодисменты. 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 Отлично. Я убью кого-то в моем пути. Мда. Но здесь больше ничего нет. Так что придется нам все равно туда идти. Ну, зато мы знаем, что там дальше. Там еще какое-то подземелье. Так, давайте до конца доедем. Туда мы сюда успеем попасть. Туда, наверное, глубину нам и нужно. Так. Так, один мы включили, значит где-то еще один такой факел есть. Собственно, вот он. Как все удачно прям складывается. Значит, здесь мы можем пройти тоже, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто это сделал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...